Сказано, что страну не отдадим, значит не отдадим. И решать будет в Беларуси, пока я президент, решать будет белорусский народ. Только люди будут решать. Не президент в одиночку, не глава администрации, высшие должностные лица, не депутаты не будут решать в одиночку, а принесут народу. И скажут, решите вот 10, 20, 30 вопросов. И как народ решит, так и будет. Нет, если вдруг народ решит, что завтра им быть в НАТО, в Североатлантическом блоке, как тут предлагают эти протестуны, пойдут в НАТО. Если народ решит порезать страну на куски и раздать, будет страна порезана. Но если народ решит, что жить мы будем в мирной, спокойной, тихой, культурной стране, значит мы будем жить в такой стране. Чтобы ни у кого, так называемой, из элиты не было заблуждений, что мы тут что-то тут вот смудрим, особенно по Конституции, и через обман сделаем новую Конституцию. Этого не будет. Только люди должны решить. Такой период острый. Если народ захочет нечто иное, нежели тот путь, по которому мы шли, ну пусть попробуют. Ведь глубинная причина в чем? Причина в том, как нам украинцы, россияне, другие подсказывают. В Беларуси народ не пуганный, это цитата. Они не жили в худших условиях. Поэтому им кажется, что все с неба свалится. С неба ничего не свалится. И старшее поколение, и даже люди вашего возраста, 35, 40, 50 лет, они понимают, что надо вкалывать до посинения для того, чтобы жить хорошо. У нас нет шальных денег. Нам все надо добывать собственными руками. Я хочу, чтобы вы это донесли до каждого человека. Хотя, ну у вас там они единицы. Они есть, но они единицы. Ну-ну, нафтани там так называемых умных, ну может десяток, другой будет. Они, конечно же, не определяют развитие этого предприятия. Но должны четко понимать, что это за такое. Белорусское не купляйте. Налоги не платите. Остановите производство белорусских предприятий. Я говорил в острый период. Ну остановить. На МЗКТ я был. Остановите, пожалуйста. Без МЗКТ Беларусь обойдется. Все, что мы там выпускаем, наверное, процентов на 15 остается в Беларуси. Все остальное идет на экспорт. Как только остановите, с вами никто разговаривать завтра не будет. Вот и где будете вы потом? Сколько у нас там 5-6 тысяч человек умножьте на 4-20 тысяч, это с семьями. Кто кормить детей будет? Это сидя там, далеко, за пределами Беларуси, можно рассуждать на обеспечении знаете кого. Поэтому люди должны четко понимать нашу позицию. Все будет так, как они решат. Это моя неуклонная принципиальная позиция. Я хочу, чтобы вы ее понимали. Это не значит, что я там растопыру пальцы и буду сидеть, ждать, пока тут голову мне отвернут, а потом вам. Нет. Есть общие принципы конституционные. Власть должна быть властью. И вам совсем не просто будет там, вы на передовой. Вы лицом к лицу с людьми. Поэтому с ними надо разговаривать. Не надо уговаривать. Что толку? Чем больше мы будем уговаривать, тем больше будет недоверия. Людям просто надо объяснять. Вот сегодня жизнь, да, непростая, небогата мы живем. Но не хуже других. И у нас есть возможность. Вон украинцы часто в телевизоре нашем выступают, рассказывают. Хочешь работать, работай, больше заработаешь. Меньше и меньше. Но тебе на голову снаряды не падают. Вон с Донбасса приезжали люди у нас уже прижились. Детей здесь рожают. Это в конце концов главное. Поэтому людям надо просто показать. Вот есть, вот будет альтернатива. Одна, вторая. Выбирайте. Придем мы и Конституцию будем принимать, и президента, и парламент будем избирать, и у вас там местные советы будем избирать скоро. Договоримся с теми, с кем можно договариваться и примем решение.